Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы!» Я ее ведущий доктор Владимир Левитин. Сегодня у нас в гостях представители Future Health Center, иглотерапевт Геннадий Гороховский и консультант центра Ирина Придатко. Здравствуйте! Погода не радует. Дождь, ветер, снег. Начинаются насморки, бронхиты, усталость. Ведь организму явно чего-то не хватает. Отчего? Отчего. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вот от этого погодного ненастья, от этой бури, у нас есть бухта. Бухта. Бухта, в которой можно спрятаться, в которой можно не только при невзгоде переждать, но и оздоровиться. Я имею в виду нашу соляную пещеру. Вот туда мы сейчас и перенесемся. Замечательно. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правильно. Вот сейчас мы находимся в этой уникальной, можно сказать, пещере, скорее похожей на пещеру Али-Баба, сказочную пещеру. И это не просто обычная соляная пещера. Это действительно какое-то подземное пещера, подземное место, где вокруг огромное количество соли. Чем это может нам помочь? Это может нам помочь очень во многом. Дело в том, что галлотерапия, как называется, лечение солью, известна как лечебный метод тысячелетиями. Это чисто эмпирика. Люди увидели, что работая в соляной пещере, или длительное время находясь в ней, они не болеют бронхолерочными заболеваниями, кожными заболеваниями, чувствуют себя лучше, иммунитет сильнее. И вот этот эмпирический опыт, он, опять же-таки, передавался из поколения в поколение. Это, наверное, было, когда люди работали в соляных пещерах. Конечно, в соляных копьях. В соляных копьях, да. И вот этот экспириенс, этот опыт, который накопился тысячелетиями, он был принят в нашем 20 веке, и в 21 теперь, и проходили исследования, почему, что происходит. Оказалось, что соль имеет очень сильное антисептическое и противовоспалительное действие, что отрицательно заряженные ионы хлорида натрия, они благоприятно действуют на бронхолерочную систему, сердечно-сосудистую, на кожу, на иммунную систему. И вот этот вот лечебный эффект, он сейчас очень актуален, в связи с тем, что с наступлением осенне-зимнего периода активизируются инфекционные и вирусные заболевания. В основном этот опыт, как я думаю, был получен в Европе, потому что почему в Америке есть же соляные пещеры, но этот опыт как-то не передался? Вы знаете, вот я себе тоже задавал этот вопрос. Вот почему? Казалось бы, очевидные вещи, да. Мне кажется, что здесь разница в менталитете, которая, может быть, не позволяет оценить все достоинства данного вида лечения. Или какая-то косность, или консерватизм. Я думаю, скорее всего, консерватизм, потому что западно-американская, можно сказать, медицина, эта медицина построена на диагностике, построена на рецептуре фармацевтических средств. Все натуральные способы лечения практически были отброшены в какие-то годы, но сейчас начинают постепенно возвращаться. Здесь еще хотелось бы отметить, что разница в точке зрения, на лечении как таковое. Вот если вы помните, Владимир, что основная концепция у нас была какая? Что заболевание легче предотвратить, чем профилактика. Здесь эта концепция практически отсутствует. Поэтому вот это все, на мой взгляд, не дает возможности привлечь, скажем так, основные канадские массы населения для того, чтобы люди начали лечиться. Ведь философия нашего медицинского центра следующая. Используй все натуральные способы лечения, прежде чем ты сам и твои дети возьмут антибиотики или гормональные препараты. Понятно. Ну, вернемся к фьючер-хеллф-центр. Фьючер-хиллинг-центр. Фьючер-хиллинг. Ну, я думаю, от хиллинга идет здоровье. Да, здоровье. Ну, фьючер-хиллинг-центр. Как вы эту пещеру копали? Это интересная история. Я хочу сказать, что наша соляная пещера является уникальной в Торонто. Почему? Потому что никто, кроме нас, не привез сюда 10 тонн натуральной черноморской соли. Но были же много клиник в Торонто, по-моему, которые тоже говорили, что у них именно соли лечения. Но они все постепенно как-то ушли в никуда. Закрылись. Совершенно верно. Дело в том, что две большие разницы, как говорят в Одессе. Сделать эту комнату из блоков соли, кирпичей соляных, да? А другое дело – набрызгать соль на стены. Сами вы понимаете, что лечебный эффект будет абсолютно разный. Дело в том, что у нас создана в этой соляной пещере концентрация соли 12 миллиграмм на кубический метр. У нас есть круговая вентиляция, у нас есть, помимо этой соли, у нас еще используются лампы гималайской соли, что создает комплексный терапевтический эффект. Поэтому и результаты совершенно другие. С моего личного опыта, когда мой сын был достаточно маленьким, я его взял не в вашу, но в другую. А пещеры, потому что у него были риниты, у него постоянно тек нос и прочее. И действительно, несмотря на мой природный скептицизм, это помогло. Я был достаточно удивлен. Вообще странно. Вы же учились в педиатрическом институте. И вы знакомы были, конечно. Поэтому я туда его и привел. Все-таки привел. Все-таки привели, да. И как давно вы занимаетесь именно с соли или с пелиотерапией? Значит, вот 4 года сколько существует наш центр, мы этим занимаемся. И хочу отметить, что результаты очень хорошие. Предположим, в плане профилактики достаточно 10-12 сессий. А профилактики чего? В бронхологичных заболеваниях. Если, предположим, люди склонны к простудам. Мы говорим, ведем речь о функциональных заболеваниях, которые имеют возможность возврата, да? Вот. Если же мы говорим о хронических заболеваниях. Ну, были исследования, которые показали, что помогает при астме. То есть уменьшает как и остроту эпизодов приступов астмы, так и их чистоту. Если мы говорим об астме, то в данном случае галлотерапия или с пелиотерапией имеет только дополнительный лечебный эффект. Потому что основой при лечении астмы по-прежнему остается метод бутейка. Но если брать конкретно с пелиотерапией в нашем центре, то ионы хлоридонатая, отрицательно заряженные эти ионы, они способствуют уменьшению количества приступов. Они способствуют выделению макроты, очищению бронхов и легких. И, соответственно, позволяют пациенту получить ремиссию. То есть период без приступов. Также я читал, что пелиотерапия помогает при кожных заболеваниях. Да, конечно. Каких и каким образом? Значит, вот о кожных заболеваниях это очень хороший вопрос. Потому что, предположим, работая в Израиле и будучи не раз на Мертвом море, где концентрация соли достигает 40%, вода как масло. То это единственное место на Земле, где уходят симптомы такого заболевания, как псориаз. Другого на Земле места нет. И я видел страшный псориаз у детей и взрослых. Через месяц пребывания на Мертвом море вся симптоматика уходила. Поскольку псориаз – это аутоиммунное заболевание, когда организм атакует собой, возникает вопрос, а что дальше? Как дальше после того, как пациент закончит лечение? И здесь ответ зависит от того, насколько психологический фактор благоприятен для этого пациента. Конечно, в условиях нашей соляной пещеры мы не можем лечить псориаз, поскольку это очень сложное заболевание. Но, предположим, с дерматитом, с экзамой пациенты получают явное улучшение. Есть озеро, которое по химическому составу практически идентично соляному составу Мертвого моря. Там есть такой очень простенький центр, где люди тоже... И я поехал туда с одним моим знакомым просто посмотреть и видел людей, которые туда приезжают год из года. И при артритах и прочее это им очень помогает. Вы хотите сказать, что это сопоставимо с... Как ни странно, да. Но дело в том, что помимо соли, которая есть... Есть еще и солнце. Есть и солнце, и есть еще грязи. Да. А грязи должны быть живые. Там тоже есть грязи. Но это просто ради интереса. Посмотрите, когда будет возможность. Это, опять же, к тому, что курортное лечение в Канаде, к сожалению, не развито. Может, привезете воду оттуда. А ведь это замечательно. Это очень сильный фактор, который помогает людям. Вот с грязелечением, например, здесь очень сложно, потому что надо ставить всю отдельную систему оттока, канализации и прочее. Поэтому это очень тяжело претворить в жизнь. Но грязевые обертывания и прочее всегда были полезны. Безусловно. И это тот же, в принципе, способ солевых процедур. Конечно. Все это у нас называлось физиотерапией. Все это называлось физиотерапией. Вы же, конечно, помните, что принцип, который мы нас учили, таков, что лечение должно быть комплексным. Совершенно верно. Не только какой-то уникальный вид лечения, его не существует. Обязательно должен быть комплекс лечебных факторов. Вот таким дополнением к соляной пещере являются у нас кислородные коктейли. Вот мы сейчас перейдем к кислородным коктейлям. Хорошо. У меня очень много вопросов. Пожалуйста. Пока мы заканчиваем тему соляных пещер, или есть еще что нам сказать? Или можно сказать, что мы уже съели пуд соли вместе на эту тему? Ну, еще можно добавить, что пребывание в соляной пещере очень полезно тем, у кого есть проблемы с нервной системой. Это очень снимает стресс, успокаивает человека. Человек лежит в этой пещере, он спит, он накрыт одеялом, или он голый? Там кресло раскладывается, можно лежать, можно спать. Там у нас есть пледы, которые можно накрыться, потому что температура там, как в натуральной соляной пещере, 20 градусов. И один канадский пациент посоветовал нам даже поставить там файерплейс, то есть печку. Погреться. Ну, вот для кожных заболеваний, если человек одет, как соль все-таки влияет? Значит, мы просим этого пациента оголить, насколько возможно, ноги-ноги. Пациент может лежать в соли, там ее достаточно большое количество. Зимой пол подогревается, поэтому там достаточно тепло. И сколько сеанс длится? Сеанс длится час. И человек лежит в шезлонге, на шезлонге? Он лежит, и я советую пациентам иногда вставать и ходить по мелким камушкам, как вид рефлексотерапии. Камушки соли, да. Это вид рефлексотерапии, окей? И вот этот вот лечебный эффект за час, он сопоставим, предположим, с трем дням пребывания на берегу океана или на берегу моря. И вот, находясь на берегу вот этого виртуального океана, необходим коктейль. И вот в этот коктейль вы им предлагаете. Что такое кислородный коктейль? Ну вот Ирина расскажет. Кислородный коктейль, это по большому, в общем-то, если быть точным, это не то, что мы пьем, это то, что мы едим ложечкой. Потому что это пена, каждый пузырек, который насыщен кислородом, 90% кислородом. А кислородные коктейли, если говорить об истории кислородных коктейлей, то им уже 50 лет. 50 лет от медицинских исследований, потому что первый раз пользу приема кислорода через желудочно-кишечный тракт определили еще во время Великой Отечественной войны, когда пациентам раненым через трубочку подавали в желудок кислород и отмечали улучшение, значительное улучшение их состояния. Позже академик Сиротинин доказал, что употребление кислорода через желудочно-кишечный тракт в несколько раз, 4-5 раз эффективнее, чем когда мы дышим. Потому что когда мы дышим, это связано уже с балансом углекислого газа и кислорода в альвеолах и крови. А здесь подается напрямую, он сразу попадает в кровь и в лимфу. Вот здесь возникает небольшой парадокс и каверзный вопрос. Когда мы говорили о методе Бутейко, мы говорили, что надо иметь ниже концентрацию кислорода, чтобы определенный уровень гипоксии... Ну-ну-ну-ну. Нам, видимо, придется продолжить передачи по методу Бутейко для полной усвоения. Потому что я понял, что надо иметь... Если мы слишком много кислорода принимаем и слишком мало углекислого газа остается... Вы не совсем поняли, поэтому надо продолжать. Мы говорили о том, что усвоение кислорода клетками и тканями зависит от уровня парциального СО2 в альвеолах и крови. Вот о чем мы говорили. Но если мы добавляем кислород, он понижает углекислый газ? Смотрите, здесь есть небольшой трик. Он заключается в том, что когда мы кислород потребляем с помощью ложечки, мы едим эти пузырьки с кислородом, то у нас кислород, попадая в желудок, в желудочно-кишечный тракт, он идет напрямую в кровь. Здесь не нужно наличие СО2 в альвеолах. То есть мы байпас, то есть обходим дыхательную систему. Абсолютно. В этом-то весь и фокус. Что нам не нужно здесь уймиться, а кислород напрямую идет в клетки и ткани. Чем этот кислород связан? Кислород – это газ. Почему он не улетучивается? Он именно связан... Смотрите, в эту базу наливается вода. Собственно, может быть и вода только базой. Иногда мы употребляем яблочный сок, либо сироп шиповника разведенный. И еще туда добавляется совсем небольшое количество, 2 миллиграмма белка, яйца сухого. И он создает эту стабильную пену, внутри которой находится кислород. Как вы делаете эти коктейли? У вас есть... Да, конечно. Бартендер? Да, конечно. Бармен? Значит, дело в том, что для изготовления кислородных коктейлей, вот я работал же в больнице во Львове, нужны были большие баллоны с кислородом. Это было и пожароопасно, и тяжело. Несколько лет назад американская компания разработала этот вот аппарат, который, забирая атмосферный воздух... Да, генератор кислорода. Нет, он забирает... Концентратор. Да, он трансформирует атмосферный воздух в 90-процентный чистый кислород. Значит, этот аппарат имеет и миксер, и трубочку с подачей кислорода. Значит, дается вода, или сироп шепомника, или чуть яблочного сока, немножко совсем яичного белка, и в этот аппарат он подается 90-процентный кислород и образующиеся пузырьки, которые его содержат. И пациент его берет ложкой. И можно ли объесться? Ну, вы знаете, что... И даже мед в излишественном вреде. Да. И сладостью своей претит. Поэтому суточная доза – это 300 мл для взрослого человека. Кому это противопоказано? Противопоказания совсем небольшие. Противопоказания, предположим, открытая форма язвы желудка, что не показано. Состояния, которые грозят профузным кровотечением. Тяжелая форма астмы, тоже не показаны кислородные коктейли. То есть, совершенно небольшие противопоказания. А кому это полезно? Полезно... Вы знаете, вот мы живем в большом городе, в мегаполисе. В этом есть свои преимущества. Но есть очень большие недостатки. Которые заключаются в том, что большинство людей очень много работают. Много времени проводят за рулем автомобили. Мало двигаются, мало дышат. Подвержены большому количеству нервных стрессов. Неправильное и нерегулярное питание и так далее. Все это создает большую нагрузку на организм. И требует двойную, я бы сказала, как минимум. И поэтому организму не хватает кислорода для того, чтобы регулировать все процессы, которые параллельно в организме происходят. Поэтому добавочное количество кислорода значительно улучшает ситуацию и предотвращает заболевания функциональные. Либо лечит те, которые уже существуют. В первую очередь, конечно, это полезно детям. Потому что кислородные коктейли очень поднимают иммунитет. В первую очередь, это подъем иммунитета. А дети у нас, во-первых, в силу своего возраста. Это еще не сформировавшийся организм. Они слабее, чем взрослые. Кроме того, они подвержены инфекциям в своей детской среде, в школе, в детском садике и так далее. Кислородный коктейль для детей поднимает иммунитет, как я сказала. Кислород очень усиливает концентрацию внимания. А сейчас это тоже проблема. Да, и ДИД, и ДИД и прочее. Да, да, да. Потому что кислород, в первую очередь, поступая в кровь, снабжает мозг. Наш мозг имеет приоритет перед всеми остальными органами. Также кислородные коктейли необходимы людям, у которых очень большая нагрузка на работе. Как физическая, так и умственная. Опять же, в силу тех же причин, нагрузка большая на организм спортсменам. Ну и, естественно, для того, чтобы поддержать стиль жизни, его улучшить, это хорошо и для пожилых людей. Деливер есть? Я могу взять, например, пять коктейлей? Да, да. Я хочу еще добавить. Смотрите, кислородные коктейли очень хорошо для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. И особенно, я бы подчеркнул, для пациентов с проблемами печени. Отмечались даже положительные результаты при циррозе печени. Дело в том, что чисто анатомически печень получает всего лишь 20% кислорода, поскольку кровоснабжение идет через воротную вену. Две накавы. Да, да. Поэтому кислородные коктейли способствуют функциональному улучшению работы печени. И вот здесь регулярное применение кислородных коктейлей при курсе 12-14 процедур через день, вот они дают хорошие результаты, очень хорошие результаты. Вот в сочетании с галлотерапией, то есть мы имеем положительные результаты. Сколько этот коктейль может находиться? Да, да. Я могу купить себе на неделю этих коктейлей и кушать их дома? Вот вчера только пациентка из даунтауна прислала имейл. Я беременна, могу ли я заказать кислородные коктейли с доставкой на дом? Нет, потому что продолжительность жизни этого пузырька с кислородом буквально пару минут. Ограничено. То есть кушайте быстро. Куй железа не отходя от красоты. Понятно. И чем отличается, например, если, ну, теоретически возьму и лягу в барокамеру, и там высокое кислородное насыщение, но это насыщение идет через легкие... Опять же таки мы говорим о потреблении кислородных при дыхании. При дыхании. Здесь разница большая. Поэтому, смотрите, если мы сравниваем метод бутейка и кислородные коктейли, кислородными коктейлями мы можем получить более быструю оксигенацию, правильно, потому что нам не нужен уровень СО2. Но этот эффект будет временный. Если же мы говорим о методе бутейка, то здесь достижение более длительного результата, но эффект постоянный. Понятно. И какая усваиваемость этого коктейля? Например, я понимаю, что в этом коктейле определенная концентрация кислорода. 90% да. Но какой процент из этих 90% усваивается? Да. Были какие-то исследования? Да. Академик Сиротинин, который в 65-м году на коллегии Минздрава предложил этот лечебный метод, и он был принят в Советском Союзе. Многие из наших телезрителей, я думаю, еще помнят по санаторному лечению, в крупных поликлиниках он был. Сейчас кислородные коктейли в Западной Европе практически в каждом детском саду стоят такие аппараты. Поэтому, если вы говорите о процентном содержании, то достаточно высоткое, порядка 70% усваиваемости, да. Это достаточно высокое. То есть этот вид оксигенации организма очень эффективен. Есть ли какие-то несовместимости, нельзя принимать кислородные коктейли, предположим, с обычными коктейлями? Или с какой-то пищей? Или это не имеет никакого значения? Ну, если вы будете с алкоголем его сочетать, то ничего хорошего из этого не будет. Понятно. Понятно, да. Почему? Ну, потому что, хотя бы потому, что вот на Новый год мы пытались наши... В прошлый Новый год мы проводили эксперимент. Мы попытались красное вино добавить, вот этот яичный порошок и кислород. И, знаете, у нас ничего не вышло. Природа против этого. Мартини, например, с этим кислородом. Это же не удовольствие. Получилось какая-то совершенно неаппетитная, мутная смесь. И приятная, и полезная. Владимир, ну тогда это будет передача не «Будьте здоровы», а «Будьте счастливы». А «Будьте счастливы». Тогда это будет другое значение, будет иметь. Какие-то еще есть способы, которыми фьючер хилинг-центр... Которые хилинг-центр используют в комбинации с вот этими двумя методами, которые и методом бутейка, о котором мы говорили раньше. У нас таких лечебных методов много. Это благодаря тому, что я по образованию физиотерапевт, и я пытаюсь привлечь все натуральные способы лечения для этой цели. Ну, например, в той же соединой пещере я провожу... По необходимости, по диагностике, я провожу акупунктуру и скользящий баночный массаж, что очень хорошо при бронхолиологических заболеваниях, при постпневмонии, при других состояниях. Что я еще хотел бы отметить? У нас есть ионно-очистка организма. Аппарат ионной очистки. Это когда вы ставите ноги куда-то? Вот я никогда не мог понять, как это работает, откуда вода становится темной. Но не будем в это вдаваться, в этой передаче. Это тема для отдельной передачи. А насчет баночного массажа, это, конечно, интересно. Мы все в детстве помним, что ставились банки при простудах, особенно при воспалениях легких, бабушкины сказки и прочее. Сейчас большинство спортсменов, если вы увидите, у них на спине следы от банок. Дело в том, что в китайской медицине банка не статичная, а динамичная. Она двигается. И еще используется игольчатый молоточек, и на положении банки происходит блединг. То есть, вытягивание крови. Крови порядка 3-5 миллилитров крови. По эффекту это сопоставимо с дробным переливанием крови. То есть, это практически, можно сказать, допинг. Я бы сказал, что это эффективное лечение. Но для спортсменов? Для спортсменов, да. Кстати, по поводу этих вот сайнов на спине, этих вот от банок. У нас был анекдотичный случай. Одна пациентка после такого лечения пошла к канадскому специалисту, кардиологу. Он ее спрашивает, почему у тебя на спине есть следы побоя. Она говорит, что это вакуум терапия. Он говорит, вакуум клина, фо вот. Ну, понятно. То есть, совершенно они с этим не знакомы. То есть, это очень приятно и очень полезно, что вы приносите какие-то новые, но очень древние методы лечения, терапии в нашу очень аллопатическую жизнь и медицину. С нами были руководитель центра, иглотерапевт Геннадий Гороховский и консультант центра Future Healing Center Ирина Придатко. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо.